Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мы продолжаем серию видео с Иваном Родионовым по поводу бизнеса в интернете. И сейчас мы немножко конкретизируем, что же это за бизнес и чем он может помочь предпринимателям и самозанятым, которые в условиях карантина просто многие не знают, что делать. Итак, Иван, чем может помочь Ваше предложение предпринимателям и самозанятым? Ну, прежде всего я хочу сказать, что это видео будет полезно и инвесторам в том числе. И мы сейчас поговорим о том, как такой инструмент, как Телеграм-канал позволяет предпринимателям достаточно легко и просто быть постоянно загруженными заказами, продавать свои товары, работы и услуги. Прежде всего, Телеграм-канал это такой инструмент, который для бизнеса дает лиды в очень большом количестве. Лиды? Да, лиды. Что такое лиды? Ну, простите, я забыл, что здесь в основном у нас инвесторы. Лид – это потенциальный клиент для бизнеса. То есть, это человек, который заходит на сайт и оставляет свои контакты. То есть, в бизнесе, в терминологии это называется потенциальный клиент или лид. И он попадает в СРМ. В СРМ. Так, давайте дальше. Опять новое слово. СРМ – это, ну, на самом деле СРМ – это программа и многие из вас наверняка в ней работают. И как сотрудники или, возможно, вы об этом слышали. То есть, там, Битрикс 24 и Ама СРМ – это очень такие инструменты распространенные. Это такая программа, в которой попадают все телефоны, e-mail, адреса электронной почты. И это система управления отношениями с клиентом. То есть, она позволяет как раз-таки проводить работу с большим объемом потенциальных клиентов. Путем рассылок, путем напоминаний, как бы сделать звонок, какие-то обещания выполнить клиенту с точки зрения продаж. То есть, это именно для того, чтобы максимально повысить эффективность, чтобы деньги были в бизнесе всегда. Это так называемая воронка продаж. Ну, от себя могу добавить, что я-то уже в теме на самом деле. То есть, что такое СРМ? СРМ – это в переводе, это аббреватура английских слов Client Related Management, то есть, система управления клиентами. Ну, простыми словами и по-русски я могу сказать, что это просто список клиентов. И вот он список клиентов, просто, ну, как бы, мы отмечаем круг интересов, значит, там, через что мы нашли его и так далее, и так далее, и так далее. То есть, всю информацию, которая связана с данным клиентом. Ну, хорошо. Вот, все-таки, чем же надо заполнять вот этот вот канал? Для чего он нужен? Что будет? Из чего он будет состоять вообще? Ну, Юрий, вот в каждом бизнесе у потенциальных клиентов всегда очень много возражений, прежде всего, да? То есть, люди в чем-то сомневаются, они думают, решаются. То есть, у каждого клиента потенциального есть какая-то своя ценность, которую он видит в конкретном товаре. Как раз Telegram канал позволяет максимально описать вот эту ценность продукта, которую предлагает бизнес. Это фактически в Telegram канале формируется такое сообщество очень большое, которое следит за конкретным бизнесом. И постоянно получает информацию, все больше и больше узнает об этом бизнесе. И в какой-то момент вовлеченность очень большая, и человек оставляет свою заявку, делает предзаказ, оплату. По сути, Telegram канал, он выстраивает очень высокий уровень доверия, представляете? То есть, вот ваш бизнес имеет 10 тысяч потенциальных клиентов. То есть, мы начинаем работать и делать аудитории, ну, в районе 10 тысяч человек в конкретный бизнес. И, конечно же, вот путем вот такого публикации и описания информации про ваш именно конкретный бизнес, к вам начинает постепенно приходить масса заявок, которые, конечно же, лучше всего вот в какой-то автоматизированной системе вести, управлять этим всем делом и, соответственно, совершать продажи. Либо автоматическим способом, когда люди вот переходят на ссылочку и оплачивают со своей карты, либо, если продукт сложный, то есть менеджер, который созванивается с клиентом и делает какие-то предложения. То есть, я должен постоянно делать какие-то рекламные, то есть, что такое Telegram канал, это чисто, я просто публикую туда рекламу, и кому она интересна вообще? Ну, можно к этому, конечно, и так подойти, но прежде всего, человек, во-первых, туда привносит частичку себя. Каждый предприниматель – это всегда интересная личность. То есть, это всегда реклама или нет? Нет, это не всегда реклама. То есть, реклама, ну, наверное, где-то в процентном соотношении не более 20%. О как! А остальное что? А остальное – это описание жизни предпринимателя, описание его продуктов, тех кейсов успешных, которые он реализовал. Это описание каких-то сложностей, препятствий, которые он сталкивается. Например, если каждый бизнес сейчас будет описывать в своем Telegram канале, как ему пришлось преодолеть вот этот коронавирус, какие сложности, как все обещают госорганы помочь. Он идет туда, представляете, подает заявку и рассказывает, как он… Ему говорят, дорогой, мы хотим тебе помочь, мы тебе поможем обязательно. Ты держись, главное, и главное, не забывай платить налоги. Да, да. А он уж тебе поможет. И зарплату еще, да. А зарплату плати. Зарплату плати, конечно, да. Это святое. Так что вот, собственно говоря, что такое Telegram канал. Telegram канал – это такое сообщество в ваших руках, с одной стороны, это как бы сообщество, да, в виде сосредоточения ваших клиентов, а с другой стороны, это актив. И этот актив можно продать, можно купить, можно передать. И сам по себе этот актив в какой-то момент начинает стоить миллионы рублей. То есть, мы с вами упоминали уже несколько, как бы, да, Telegram каналов, которые приносят сами по себе, ну, больше двух миллионов рублей ежемесячно. То есть, они становятся сами. Они сами становятся бизнесом, да. И даже бизнесом, да, хорошо. И даже может быть, что можно закрыть свой бизнес и развивать только Telegram канал, не так ли? Ну, многие на самом деле предприниматели, я уверен, об этом задумаются сейчас, да, потому что, ну, конечно, вы понимаете, что, да, если там вам нужно оплачивать аренду, если вам нужно оплачивать сотрудников, да, и у вас есть товар в обороте, да, то есть это вот, ну, неотъемлемые составляющие любого классического бизнеса. Вам нужно иметь дебиторскую задолженность, кредиторскую задолженность контролировать, смотреть за кассовыми разрывами. И при этом, при всем, у вас очень много еще подрядчиков там, да, эти все вопросы, ну, они не полностью снимаются, но прям в процентах, наверное, в 80 случаях они действительно снимаются в бизнесе, когда вы делаете бизнес онлайн, но на удаленке, соответственно. То есть получается, что, ну, как бы, не было бы счастья, но несчастье помогло, да? Ну, конечно, конечно, да. То есть коронавирус можно использовать не только как вот страдать, сидеть, а, блин, ну, на этом можно развиться. Я более скажу, вот, прямо сейчас уникальная есть возможность, кто-то, конечно, относится к этому как к бедствию небывалых, как бы, да, вещей. На самом деле это такая огромная возможность прямо сейчас перестроить свой бизнес. То есть пока есть время, пока все сидим в доме, можно просто научиться. Конечно, получить, получить заказы клиентов и потом, соответственно, получать от этого дивиденды всю свою жизнь. Либо прямо продать бизнес вместе с телеграм-каналом и жить на пассивный доход. Ну, это здорово. Ну, я, наверное, могу сознаться, что у меня это получилось, друзья мои. Я закрыл производство и это было ужасно. Я воспринимал это сначала как трагедию, а потом подумал, ну, я ушел целиком в интернет-бизнес и это дало мне толчок. Бешеный. Просто бешеный. И это позволило мне и даже развить полиграфический бизнес. И, ну, друзья, это действительно бомба. Этим надо заниматься. И, наверное, сейчас самое время этим заняться, потому что, ну, есть масса терминов, масса всего. Надо узнать. И ссылочку вы увидите внизу. То есть можно просто вот перейти по этой ссылочке и задать вот конкретные вопросы. Иван, а что же мне делать? Вот у меня вот такой бизнес, блин. Вот скажи, вот я могу вот это сделать или нет через телеграм-канал? Вы сможете это помочь вот такому человеку? Конечно. Или вы все за деньги? Конечно. Мы прежде всего уделим внимание как бы человеку, да, спросим, какие у него цели. То есть узнаем непосредственно по его нише. Те предприниматели, которые лично приходили к Путину и которые, соответственно, выкладывали все свои проблемы, я их поддерживаю, я со страданием отношусь. Потому что любой бизнес, это, конечно же, всегда большие риски. И человек, который идет, он в бизнесе, соответственно, должен это испытание выдержать с честью. И вот телеграм-канал, это такая рука, да, которую мы протягиваем предпринимателям и которая им может помочь пройти вот этот сложный период. Вот. Понятно. Спасибо. Но я вот честно скажу, ребята, я знаю, что это того стоит. И просто вот телеграм-канал, начиная от 10 тысяч подписчиков, начинает сам генерировать вот эту вот прибыль. Это бренд, это стоимость бренда, это нематериальный актив, который стоит, ну, достаточно больших денег. И здесь можно даже его, ну, как бы и продать. Это вот как отдельная часть бизнеса. Его можно продать, в него можно инвестировать. И, ну, то есть есть масса всяких возможностей. Да, вот совсем забыл еще одну такую вещь сказать, очень важную. То у любого предпринимателя, да, современного, всегда есть ежемесячный бюджет, который он тратит на привлечение новых клиентов, да. Ну, то время, когда бизнес, как бы, работал на чистом сарафане, то есть когда ты делал и к тебе все время шли люди и шли, оно постепенно заканчивается, потому что есть конкуренция, потому что сейчас, как бы, особенно, как бы, острый период. А что позволяет, как бы, для бизнеса, вот это владение таким инструментом? То есть предприниматель получает, во-первых, клиентов, а во-вторых, получает деньги от размещения в своем же канале рекламы. И вот эти бюджеты, которые он получает, они, ну, вот при 10 тысячах, там, допустим, подписчиках, где-то могут составлять 60-80 тысяч ежемесячно. Это чисто маркетинговый бюджет, который будет получать предприниматель. Без дополнительных вложений? Без дополнительных вложений, да, в том-то и дело. И вот эти деньги можно направлять, ну, во-первых, в свой бизнес, на развитие. То есть получается, что канал в 10 тысяч подписчиков позволяет уже зарабатывать на себе деньги вот именно таким образом? Да, да, именно это я и хотел сказать. То есть реклама приносит в районе 60 тысяч в месяц? Уйти, да, то есть уйти вот от этих расходов ежемесячных по маркетингу, а можно их минимизировать или можно вот эти деньги реинвестировать в свой же канал, увеличивать количество подписчиков и, собственно, занимать большую долю рынка. Ну вот, спасибо, я, честно говоря, вот я испытал это на себе, я это понял, это работает, реально это работает, друзья. Я вот, ну, честно вот могу сказать, вот, не вот, не скрывая ничего, это работает, друзья мои, этим надо заниматься, чем бы вы ни занимались. Ну, наверное, все-таки вот, ну, конкретный бизнес можно обсуждать с Иваном, поэтому переходите по ссылочке, задавайте свои вопросы, он ответит. Да, и с удовольствием ждем инвесторов, спасибо вам за то, что смотрите нас. Не только инвесторы, но и предприниматели. Так точно. И сама занятая. Ну ладно, спасибо и, ну, продолжу, наверное, еще в следующем видео. Сейчас, до встречи. Договорились.